В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности мэра столицы Тави Аз. Тави, доброе утро. Доброе утро. Не так давно пришли хорошие новости. Международное рейтинговое агентство Мудис повысило кредитный рейтинг столицы до уровня А2. Я не знаю, что такое уровень А2 в этом отношении, но вы поясните. Мне кажется, что это очень хорошо. Да, это действительно очень хорошая оценка. Это на 2 балла выше, чем это было у нас раньше. У нас так, что каждый год рейтинговые агентуры рассматривают, как идут дела в Тайлине, и тогда дадут оценку. И в прошлый год другая рейтинговая агентура, которая у нас официальный партнер, тоже повышала нашу оценку на А-позитивный. Это даёт горожанам уверенность, что в Тайлине дела идут хорошо, денежное состояние в Тайлине в очень-очень хорошем состоянии. И, конечно, это даёт и повод для того, чтобы наши оппоненты не могли бы говорить о том, что в Тайлине что-то не так, что дали им долгах или так, как они раньше говорили. Ну, если смотреть, они уже об этом не так уж много говорят, но всё-таки ещё раз получить подтвердение на то, что всё у нас хорошо, денежное состояние очень-очень хорошее. Это, конечно, уверенность для горожан. А на что смотрят рейтинговые агентства, когда составляют эту оценку? Какие критерии важные? Ну, самое важное, какие у нас доходы, как у нас доходы увеличиваются или снижаются. В Тайлине они увеличиваются, потому что таллинцев каждым годом всё больше и больше, люди хотят в Тайлине идти и жить. Конечно, одна такая важная вещь, это сколько у нас, сколько мы брали кредитов разных. Действительно, мы за последние три года вообще кредитов, которые было разрешено, нам в городское собрание не брали, потому что действительно справились с этими деньгами, которые у нас после дохода дохода есть. То есть, эти две самых таких важных пунктов. И вот за это и получили такой хороший результат. Ну, будем работать ещё на лучший результат. Конечно, всегда можно работать на лучший результат, но от ААА уже дольше идти, это уже будет очень-очень трудно. Ну, например, могу сказать, что у нас в Тайлине рейтинг на 4 пункта выше, чем, например, у Эст-Энергия. То есть, мы знаем, что Эст-Энергия – это очень сильная фирма, которая в Эстонии работает. Я думаю, что сильнейшая вообще из фирмы в Эстонии, но у нас ещё на 4 пункта выше. Ещё одна тема – столичный Горхолл. Как там дела? Как продвигается реконструкция? Потому что в СМИ частенько видна информация, некоторые выступают за снос Горхолла, кого-то увольняют. На сегодняшний день какова ситуация? Ну, конечно, работаем дальше. Снести Горхолл никто не собирается. Хотя, действительно, есть люди, которые об этом говорят, но городское правление всё-таки на это на 100% не идёт. Мы хотим городской холл реконструировать и делать там концертный зал и конференц-центр. Сейчас идут подготовительные работы, чтобы начинать проектировку. Я очень надеюсь, что ещё в этом году это всё начинается, и что мы можем всё-таки реконструировать этот замечательный зал. Горхолл связан с очень много историй, очень много исторических моментов было в этом зале, очень много замечательных артистов выступал в этом зале. И такого зала вообще здесь в близности нигде и в других государствах нет. И поэтому мы решили, что мы будем этот концертный зал реконструировать. Пока что всё идёт по плану, все сроки соблюдаются? Скажем так, всё идёт практически по плану. Вы знаете, если такой большой проект, то всегда появятся какие-то неожиданности, споры и так далее. Я думаю, что этот спор, который у нас был, это не последний, потому что он ждёт ещё несколько тендеров. И как жизнь покажет, на тендере всегда будут споры. Но это часть этой работы, и всё-таки на конечность будет городской холл реконструирован. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо. Информационный блок «Добрый утратарин» подошёл к самозавершению. Напоминаю, что у нас в гостях был исполняющий обязанности мэра столицы Тавиас. Продолжение следует...